Папа Телевич, завершился последний матч нашего сбора турецкого. Какие Ваши комментарии по этой игре? Недоволен я содержанием игры, которую команда показала в первом тайме. Очень слабый контроль мяча был. Команда соперника, отдать ей нужно должное, что они все время прессинговали и создавали здесь напряженность тем игрокам, которые овладели мячом. И, в принципе, лишив нас пространства и времени, не получилось созидательной игры, не получился выход из обороны в атаку. Они выходили в основном не за счет передач и скоростного введения, а за счет длинных передач. Потому что накрывали, накрывали и слабо подстраивались у нас средняя линия. При развитии атак, тоже самое, недоволен я по первому тайму, то, что крайние полузащитники было задание максимально широко сыграть. Они заужали и, в принципе, у нас и как таковой атаке в первом тайме практически не было моментов. Не было моментов. Ну, во втором тайме, сделав замены, определенные перестановки, здесь они имели лишнего игрока в центральной части поля за счет того, что опускался один нападающий. И пришлось изменить схему, чтобы насытить центральную часть поля, взять игру под контроль. Пришлось снимать одного форварда и центрального полузащитника третьего сюда в опорную зону опускать. И сразу все, взяли игру под контроль. И были хорошие выходы, которые дважды должны были, до забитого мяча, уже были предпосылки, дважды должны были заканчиться взятием ворот. Вот выход Сушкина один в один и Коробова, который тоже самое там, выход один в один был, надо было быстрее принимать решение, исполнять все. И, собственно, и гол там мы забили в быстрой атаке, быстрый переход, потому что зоны появились. И взяли игру под контроль, поэтому и картина немножко изменилась в лучшую сторону. Павел Пантелеич, вот уже в добавленное время этот эпизод, когда непонятный оффсайд, вам было лучше видно, чем нет? Ну, оффсайда там и близко не было, и понятно было, чем руководствовался арбитр, мне непонятно. Ну, это частности все. Дело в том, что Лайсман, который находился на линии рядом с эпизодом, он не поднимал флажок и не сигнализировал ничего. Чем руководствовался арбитр в поле, для меня непонятно. Там зазор был достаточно большой, и оффсайд там и близко не было. Павел Пантелеич, игрой с нефтехимиком факел завершил игровую программу и вообще программу подготовки в Турции. Можете подвести краткие итоги работы в Белике? Ну, хороший сбор, вчера только один день нас подвел в плане погоды, что проливной дождь, и собственно мы и скорректировали свои планы, вечернее занятие не состоялось накануне игры. А так, хорошие условия, то, что мы хотели, выполнили, то, что мы планировали в тактическом плане, наигрывание стандартных положений, скажем так. Не все еще до конца доведено до автоматизма, но наработки есть, ребята понимают, что мы от них требуем. Я надеюсь, что в чемпионате эти наработки привезут нам положительные результаты.